Один гость сменяется другим, одна еда сменяется другой. И все очень вкусное, безусловно, но все очень разное. У нас в гостях Кубанышбек Джилдыш Козылу, мастер по карвингу. Также он занимается искусственным вырезанием овощей и фруктов. И сегодня для нас он приготовил что-то очень, во-первых, вкусное, а во-вторых, очень красивое. Очень интересное, да. Кубанышбек, доброе утро. Что будем готовить, рассказывайте. Сегодня будем готовить букет из фруктов. Я вам приготовлю букетик, который один из самых больших, как бы, проходимостей. Слушайте, ну букет из фруктов, это само по себе очень экзотично. Как вообще это появилось в нашем Кыргызстане и давно ли? Как появилось? Давайте начнем делать и будем беседовать. Это появилось уже, как бы, два года уже, как я работаю. Ну, как бы, вначале я сам работал, как бы, поваром. Так. И работал там везде, там, в России. И там же, как бы, я научился. Работал там. То есть там такая идея уже была востребована, да? Да. Немножко подсмотрели и привезли сюда. Да, я работал оформителем. И, как бы, хотел очень такие оригинальные эти готовить. На сегодняшний день в социальных сетях очень популярны всякие вот такие ролики, да? Приготовление чего-то необычного, очень красивого. Вы черпаете вдохновение оттуда? Да, да, да. Я беру в интернете, беру иногда. Сам импровизирую. Слушайте, ну вы как хирург сейчас надеваете, точнее надеваете перчатки. Да, скажите, пожалуйста, ингредиенты, которые у нас сегодня на столе, они вот должны быть именно такими? Или, опять же, можно здесь импровизировать и взять просто фрукты, которые продаются в магазине? Да, в основном я беру в таких магазинах, где продают качественные. И на каждый букетик вот ингредиентов, фруктов я беру отборные, там смотрю, чтобы не были дефектов, чтобы не были болячки. Это должно быть не только вкусно, но и красиво, да? Это будет букет. Да. Давайте начинаем. Да, очень хочется увидеть, что из этого получится. У нас есть такой макет, заготовка, да, на что это все будет насаживаться, я так понимаю. Так, начнем с апельсина. Давайте начнем. И вот один подготовил, сейчас порежем так же. Это сложно вот так вот вырезать его? Да нет, это... Ну, человек, который занимается уже... Берем такой нож, используется, да, используется в основном в карвинге. Так. Оно такая тонкую, чтобы... Ага, очень острый и тонкий, да? Нужно быть аккуратным. Вырезаем так. Так. И просто вот треугольниками, да, по всему пить диаметру. Ну, это, кстати, очень интересная техника. А вы когда учились вот это делать, сложно было в самом начале? В самом начале, да, было немножко сложно, так как не знал, как резать и каким размером, каких этих брать. И потом со временем уже опыт появился. А где вы учились? Это были какие-то специализированные курсы или... Нет, я самоучка. Вот как. Значит, в принципе, это доказывает тот факт, что этому может научиться каждый желающий человек. Просто было бы действительно желание и терпение. Ну и может быть даже талант. Не без этого. Так, мы уже разрезали... Мы все так апельсины должны порезать? Нет, нет. Два апельсина будет таких. Остальные... Просто, да, пополам? Обычные будут в дольке. Их режем так. Скажите, пожалуйста, а кто обычно покупает такие букеты? Ну, то есть, каков ваш потребитель? В основном берут наши клиенты от 23 до и выше. Ничего себе, у вас даже есть какие-то возрастные категорики. Но это юноши, это молодые люди, которые делают приятно своим девушкам или не обязательно? Получается, фруктовый букет, это универсальный. Можно просто по праздникам ставить на стол. Даже когда Новый год встречаете, там, 14 февраля, 8 марта. Можно его просто так дарить. Больше праздничная история, да? Да. А сколько живет такой букет? Ну, с цветами все понятно. А с продуктами? Ну, на столе оно будет стоять, уверенно, около 8 часов. Просто оно может заветриться, потерять там вид. Ну, опять же, есть какие-то, наверное, лайфхаки, да? Может быть, пленочка пищевой, обтянула. Да. Когда его готовили и когда забирают, я их упаковываю подарочные. Там обычная прозрачная упаковка, сверху бантик, как положено. Если в таком виде поставят в холодильник, оно будет стоять больше двух дней. Вот. Если мы можем чем-то помочь, мы с радостью. У нас, правда, нет перчаток, но что-нибудь. Да, вы нам говорите. Да, такое. Ну, в принципе, уже все подготовлено. Выходим на финишную прямую. Это мята, правда? Да, это мята. Это в конце как украшение. Ну, давайте уже приступим тогда к чему? Я думаю, нам нужно пекать шпажки во фрукты и потом все это дело нанизывать на нашу болванку. Ягоды тоже беру отборные, чтобы они не были. А вот скажите, не зря же такое цветовое сочетание, да, вы подобрали, чтобы было максимально много, наверное, цветовых решений, да? И оранжевый, и красный, и зеленый. Что еще из фруктов может присутствовать? А что категорически не надо? Вот арбуз, например. Да, арбуз желательно не использовать. Почему? Так как он выдает больше сока. Давайте. И это может закончиться не очень хорошо, да? Может все это потечь, грубо говоря. Так, берем болванку. А что там внутри? Это просто, да. Это обычный пенопаст. Там придаем форму, заворачиваем, чтобы оно не соприкасалось с фруктами. Да. Ну, оно весит там мало, чтобы клиенты знали. И зеленое, чтобы на просвет казалось, что там еще, да? Да, чтобы когда там будет открытое пространство, чтобы выглядело. Чтобы эстетично выглядело. Так, ну поехали. Шило. Да, шило. Там насечка вот такие делаем. И берем. И вставляем. Да. Вот так. Клубника не чистится, да? Прям с черенком. Клубника просто моем. Да, ну разумеется. Так. Ну, протыканье-ка. Покажите-ка. Ага, все, поняла. И так весь круг. Ага. А я могу без протыкания шилом сделать? Да, можно. Только не должна торчать, да? Да. Если без шила, то у вас потом рука будет болеть. А, все понятно. Потому что оно остренькое. Ага. И каждый раз, когда будете втыкать. Ну да, есть. То есть несколько штук нормально, а потом уже больно. Да, да. Скажите, пожалуйста, что еще может, кроме фруктов, участвовать в таком букете? Цветы, например. Да, цветы можно. Еще что. Не знаю, какие-то элементы декора, ленты, банты. Да, вот в конце уже оформляется. Ох, сложненько. Да. Помогите мне немножко. В конце уже по вкусу оформляется. Так, ну смотрите, мы по периметру выкладываем все это дело клубничкой. Ага. Как дальше обстоят дела? После этого пойдет апельсин. Так, апельсин как? Вот давайте на примере апельсина сейчас покажем, что с клубникой более-менее все понятно. А нашим зрителям бы хотелось видеть, что дальше. Вдруг они захотят сделать это дома. Кстати, дома это тоже можно вполне сделать, потому что, ну, для этого приобрести корзину, сделать вот эту болванку самим, обтянуть пищевой пленкой и купить фруктов, мне кажется, это вообще... Апельсины будем сажать так. Не сложно. Ну-ка. Ага, они должны быть цедрой, получается, вот наизнанку. Да. Так. Так. Апельсины посложнее сажать, они же побольше кусочек. Их будем сажать, чтобы они были в одном направлении. В одном направлении. И после апельсина будем сажать виноград посредине. А это принципиально или просто это ваше авторское, вот именно, чтобы это по цвету, да, так сочеталось? Да. Надо сделать так, чтобы больше фруктов и там этих было... Чтобы максимально плотно, да, вы имеете в виду? Да, плотно и были в составе. А если делать, если сюда в клубнику поставить, ну, так уже будет мало. Ну, а кто-то любит, допустим, просто из клубники целый букет, да? Да. То есть на вкус и цвет, как говорится. Также из одной клубники я уж не знаю. Кубанышбек, а вы на скорость когда-нибудь себя проверяли? Вот такой букет, за сколько вы можете сделать? Да, за такой букетик я вот готовлю... Какой ваш личный рекорд? 10-15 минут. Ничего себе. Ну, если есть заранее заготовленные порезанные фрукты, правда? Или вот это... Когда вот первый раз готовишь, такой букетик, ну, вначале, когда я готовил, уходило там полтора часа, два часа. Так как не знал, как сажать. Было криво, потом обратно его переделывал. А когда вот... Все требует опыта, все нужно пробовать. Давайте поговорим про киви. Киви как будет участвовать и где? Киви будет участвовать после апельсина поверх. Зеленый с оранжевым отлично сочетается. Да. Потом после киви поедет... Давайте закончим этот фрагмент, чтобы наши телезрители понимали, как дальше. И там же еще дыня есть. Я вообще не представляю, что с ней делать. Что делать с дыней? Дыня, это будет посередине, где два киви, посередине будет дыня. Давайте мы будем немножко вам помогать и надевать фрукты на шпажки и вам отдавать. Будем такими ассистентами. Ну, может быть, и не ассистентами, а людьми, которые мешают слегка. Ну, мы будем стараться. Так. Может быть, уже историю с киви начнем? Ну, вот так вот поверху. Киви у нас идет следом, да, за виноградом. Так, как хотя бы его разрезать правильно, чтобы... Я его вот подготовил. Ага, так же, как апельсин, да? Так же, как апельсин. И режется точно такими же дольками, да? Да. Ну, можно по-разному. Можно сделать насечки большими, но поменьше это будет более красивее. Значит, давайте сделаем поменьше. Да. Я вот здесь один подготовил. Давайте. Уже садим на шпажки. Давайте, если у вас тоже готовы, посажу. Ну, а вот эти вот фрукты, которые участвуют в этом букете, они дают не так много сока, правильно? Да-да. И этот букет, в принципе, не будет как-то отстаиваться, да? Угу. Так, ну-ка. А, они как цветочки, да, должны быть? Потому что киви большой фрукт, его на две шпажки, да, насаживаются? Один будет, оно проваливаться будет. Все понятно. Нужно делать максимально плотно друг к другу. Вот видишь, целый палец... Оно максимально не плотно получилось, я знаю, я знаю. Целый палец в промежутке. Я думал, ты не будешь об этом говорить, какая глупость. Глупость, а красота должна быть. Давайте с дыней. Да. Решим вопрос. Ну, красиво получается. Смотрите, как... Кубанышбек, а какое у вас еще есть вот какое-то такое блюдо или что-то, что вы приготовили, почему вы прям гордитесь? Ну, вот, внеся что-то свое. Когда я вот в основном, клиенты иногда просят сделать такой букет, ну, по их просьбе. Там что-то добавить, что-то это. Я вот, когда я им делаю то, что они хотят, вот, когда они довольны, как бы я тоже очень, как бы, это удовольствие. Ну, да, одобрение клиента, конечно, это большое дело. Ну, а честно скажите, сами-то, наверное, мясо любите? Все-таки фрукты это что-то женское? Да. Да? Я готовлю. Также иногда дома готовлю. Так, дыню как нужно резать? Дыню будем резать таким... О, какая-то специальная штука. Это нож, да? Да, это специально. В общем, дыня у нас тоже будет очень красивая. Ага, вот так, чтобы она была репленая. Да. Прямо такие большие куски? Да. Так, поменьше немножечко. Я даже не догадалась, что это дыня. Да. Шкурку срезаем. Дополенай про что-то другую. Ага. Шкурку срезаем. Делаем ровный треугольник. Да. Сколько шпажек нам нужно для дыни? Наверное, тоже побольше. Для дыни тоже, да. Две шпажки. Без шкурки это выглядит как крахмал. Или как картошки кусочек. Да, да, например. Кстати, а из овощей можно делать такой букет? Что вы думаете? С овощей? Или добавлять хоть какие-то овощи. А из колбаски? С колбаски, да, тоже можно. А вы делали какие-нибудь такие мясные букеты? Вы только фруктовые? Да, я только фруктовые. Мне кажется, ну вот мужчине можно подарить на праздник такой букет из колбасы. Я думаю, ни один бы не отказался, конечно. Вот. И копченой рыбы. О, да. Я займусь этим вопросом. Так. Ага. Очень здорово получается. Попериметрично. Очень круто, да. Ну, в принципе, сам механизм нам понятен. Единственное, ответьте на последний вопрос. Куда мы будем всовывать вот этот апельсин рифленый? Это уже самый верх. То есть это будет шапка? Верхняя часть. Вот так будет открыта. Каким образом? Покажите, пожалуйста. Оно будет вот так. Вот так. Ага. Четыре штуки. И что мы делаем с мятой? С мятой? Мятой мы украшаем в конце. Наверное, в самом верху, да? Покажите, пожалуйста. На самом верхушке, где вот такие места открытые. Мы ее ведь не вставляем на шпажки? Как это сделать? Нет, нет. Они тоже мытые, чистые. Она, наверное, между фруктами раскладывается, да? Да. Между фруктами. Там можно вот. А, то есть веточками и прям вставляется. Вот так убираем. И где вот открыто будет, туда вот так вставим. Там надо. Ну, я думаю, принцип понятен, друзья. Нет ничего особенно сложного. Это можно сделать, повторю, в домашних условиях. И если вы не знаете, что преподнести человеку, у которого все есть, вот мне кажется, что это именно тот самый подарок, который в любом случае пригодится. Поэтому особенно искушенные люди получить такой подарок будут довольны. Возьмите себе на заметку. И, кроме того, мне кажется, это бюджетный подарок, если выбрать такие фрукты. А сейчас в сентябре фруктов на базаре Ульма. Поэтому экспериментируйте. Комментируйте, закупайте вот такие вот шпажки. И я думаю, обходите своими снимками. Я вижу, что Кубаначбек теперь переделывает за меня. Я все неправильно сделал. Но я, знаете, и все-таки не профессионал. У нас сегодня в гостях был Кубаначбек, Дедушка Зеулу, мастер по карвингу. И Кубаначбек, мы вам хотим сказать огромное спасибо за то, что вы пришли, за то, что сделали такой большой подарок для всех этот мастер-класс. Я думаю, что многим нашим зрителям запомнится надолго. Вам желаем доброго утра, отличного дня. Спасибо. И вам тоже.